Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! Начнем выпуск с горячей новости, причем в буквальном смысле. В эти дни наш регион накрыл мощный очаг аномальной жары. Местами в крае воздух прогреется до плюс 40 градусов. Сегодня в среднем около 32 выше нуля. Но в ближайшие дни, до 14 июня включительно, температура может достигнуть плюс 37 и даже 40 градусов. В МЧС предупреждают, в такие дни стоит избегать долгого пребывания на солнце и не забывать о водном балансе. В целом же спасатели рекомендуют позаботиться не только о себе, но и о природе. Несмотря на то, что пожароопасный режим в крае отменили в этот понедельник, 6 июня, на территории региона вновь наступили условия, благоприятные для возгорания. Будьте внимательны и не допустите пожара. К другим темам. На этой неделе стало известно, что Алтайский край будет помогать в восстановлении разрушенного жилья, а также дорог и в целом инфраструктуры славяно-сербского района Луганской народной республики. Об этом договорились стороны в ходе визита нашей делегации в Донбасс. Наши представители своими глазами увидели, насколько серьезно за 8 лет военных действий пострадали объекты социальной сферы славяно-сербского района ЛНР. К слову, эта территория аграрная, богата полезными ископаемыми. И именно поэтому из Алтайского края приехали заместители губернатора по сельскому хозяйству, промышленности и социальной сфере. Возглавил же нашу делегацию Денис Губин, заместитель по внутренней политике правительства края. Задача нашей поездки – ознакомление с проблемными вопросами района для оказания помощи и в предстоящем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий. Мы проработали эти вопросы на месте и обсудили планы по восстановлению. По итогам будет подписано соглашение с ЛНР и славянско-сербским районом. А вот в Барнауле продолжаются работы по ремонту моста в районе нового рынка. Путепровод разобрали уже больше, чем наполовину. Люди с нетерпением ждут завершения реконструкции путепровода и постепенно адаптируются к новым условиям передвижения по городу. Но вот массовую пересадку из личного авто в общественный транспорт, которому сейчас в Барнауле отдают приоритет, многие водители считают утопией. Причина – низкое качество пассажироперевозок. Эту проблему, а также перспективы сделать общественный транспорт полностью муниципальным обсудили на дискуссионном клубе «Точка зрения», который проходил в сибирской медиагруппе. Больше 10 лет за рулем, и только апокалипсис заставит меня пересесть на наш общественный транспорт. Есть большие вопросы к качеству этого транспорта, к качеству самих автобусов. Автобусы пыльные, грязные, вонючие. Выделенные полосы появились, а вот условия в общественном транспорте не изменились. Пожалуй, стали хуже. С выделенками доезжать до места назначения стало быстрее. Да только автобусы не резиновые, считают участники клуба. Я езжу каждый день, я не могу уехать домой. Вчера в 5 часов я вышла на остановку, через 5 минут приезжает 55-й. Зашло 3 человека, еще 15 стоили. Некуда. Сегодня барнаульские пассажиры мечтают, чтобы муниципалитет взял под крыло перевозчиков, субсидировал их. Благодаря такой схеме работы гонка за пассажирами отпадет сама собой. А часть средств будет направлена на обновление и ремонт подвижного состава. Сегодня звучали мнения от жителей, что транспорт должен быть муниципальным. Мы сами за эту идею. Но стоимость реализации данного мероприятия, стоимость перехода на брутто-контракты, когда перевозчик не гонится за пассажиром, а когда перевозчик получает фиксированную плату за километр. И мы посчитали, что сегодня, чтобы полноценно обеспечить город, за год нужно тратить минимум 6 миллиардов. А с учетом доходной части города, в этом году у нас составляет 22 миллиарда рублей, строка расходов в 6 миллиардов неподъемная. Надежда на будущий год, говорят власти. Опять же, если бюджет позволит. А между тем, по системе брутто-контрактов уже живут такие крупные города, как Пермь и Тверь. Попадет ли краевая столица в этот список, пока остается только надеяться. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульские предприниматели опасаются, что центр краевой столицы станет мертвой зоной, если специально выделенные для общественного транспорта полосы оставят и после ремонта моста на новом рынке. Бизнес возмущен, что из-за выделенок люди не могут припарковать машины у кафе, аптек и других коммерческих учреждений. А между тем, один из экспертов на том же дискуссионном клубе заявил, что в будущем для краевой столицы неизбежно появятся платные парковки. Когда это случится и как эту идею восприняли автолюбители, расскажем далее. Барнаул, транспорт и масса дорожных проблем, которые горожане испытывают вот уже месяц с начала ремонта моста на новом рынке. Для повышения транспортной доступности власти краевой столицы первым делом решили внедрить выделенные полосы. Неудобный для машин, но комфортный для общественного транспорта. А вот дальше, говорят эксперты, не обойтись без платных парковок. Следующий шаг, знаете какой? Платная парковка в центре города. Как бы мы к ней не относились? В чем там зазорного? Доехал на общественного транспорта, приехал, он должен быть комфортный, да? Вот комфортность общественного транспорта, она хромает, но она будет решаться в перспективе. Я считаю, что это сведение платных парковок по городу, и в эту тему давно уже русируется. Я думаю, когда-нибудь поздно город к ней придет. По мнению экспертов, платная парковка решит ряд вопросов. Во-первых, движение по выделенным полосам для общественного транспорта будет свободным. Как показывает практика, автолюбители паркуются, каким удобно, несмотря на знаки. Во-вторых, разгрузить третью полосу движения по Ленина в сторону речного вокзала, где сейчас паркуются водители. Однако нововведение не одобряет большинство автолюбителей. Да против бы, конечно. За что платные парковки-то делать, почему? Как бы все спокойно ездят, как бы все замечательно. Я не вижу этого смысла. Так можешь вообще тогда сделать везде платно. Смотря сколько стоит будет. Это проще оставить так, как есть. Отрицательно. В принципе, если другой ситуации нет, то, конечно, тут уже вынужденная мера. Наверное, против. Почему? Всегда бесплатно было. Против платных парковок высказались и подписчики телеграм-канала сайта Толк. По результатам опроса, 48% голосующих не поддержали идею, 22% отнеслись положительно, 10% параллельно, они ездят исключительно на автобусах, и 8% совсем без разницы. Другой момент. Для создания платных парковок еще нужно учесть немало важных моментов. Скажем, надо подходить к этому с умом, потому что есть определенные требования к платным парковкам, что необходимо, допустим, решать проблемы с парковкой во дворах прилегающих, то есть это надо шлагбауму делать. Во-вторых, надо делать только в тех местах, где наблюдаются проблемы, то есть либо это выделенные полосы, которых могут парковки мешать, либо это места, где паркуются в 2-3 ряда. Пока идея с платными парковками на уровне обсуждений, но, как показывает практика, с выделенными полосами предложение может стать реальностью. Вопрос, правда, во времени. Создать платные места под авто в ближайшей перспективе явно будет непросто. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе в Крае отменили сразу несколько мер, которые были приняты в разгар эпидемии коронавируса. Так разрешили не носить маски. При этом региональный Роспотребнадзор людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, рекомендует все же надевать маски в общественных местах. И подчеркнем, главный эпидемиолог Края Ирина Переладова уже в середине июня прогнозирует шестую волну коронавируса и напоминает о том, что осенью традиционно случается всплеск заболеваний и в общем специалисты призывают совсем уж не отказываться от ношения масок. А вот власти Края, помимо приостановки масочного режима, еще и отменили ежедневную публикацию ковидной сводки. Она включала в себя число заболевших и умерших от вируса, а также тех, кто лежит в больницах, в том числе под аппаратами ИВЛ. Теперь же за подобной информацией интересующимся предлагают обращаться в соответствующие ведомства. И еще одно послабление уже международного масштаба приняли на неделе. Проезд в Казахстан стал проще. Теперь при пересечении границы не требуется обязательный ПЦР-тест на коронавирус или подтверждение вакцинации. Кроме того, на отдельных участках границы возобновили работу 12 автомобильных пунктов пропуска. Такое решение приняли с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в странах. Напомним, закрылись границы между государствами в марте 2020 из-за распространения коронавируса. В течение двух с лишним лет попасть в соседнюю республику могли только родственники граждан Казахстана или те, у кого есть вид на жительство. Сейчас все ограничения сняты. На этой неделе в Барнауле собрались ведущие урологи страны. Во время Академии мужского здоровья они подняли вопросы детской и взрослой урологии. С одним из московских специалистов от российского научного центра удалось пообщаться нашей съемочной группе. Она также побывала на операции, которую наши врачи провели совместно со столичными коллегами. Количество врожденных аномалий увеличивается, увеличивается и, боюсь, к сожалению, что будет увеличиваться. Именно касаясь аномалий мужских половых органов. И это прослеживается и в количестве операций, выполненных у детей. И, соответственно, это приводит к необходимости передачи этих больных в правильные руки, а именно специалистам, урологам, андрологам взрослой сети. Конференция, она преследует именно то, чтобы сегодня на территории Алтайского края сформировать вот такую преемственность и развитие системы мужского здоровья на всех этапах взросления мальчика и перехода в возрослую состояние. Вчера мы были в детской краевой больнице. И хочу сказать, прям поклониться в ноги главному врачу этой больницы. Потому что, в отличие от многих территорий нашей страны, здесь буквально недавно создано отделение детской урологии и андрологии на 30 коек, в котором представлен практически весь спектр возможного оказания помощи детям со сложными уроандрологическими заболеваниями. Поэтому я просто хочу поздравить весь народ большого края, что у вас есть такая возможность обращаться именно к вашим специалистам, которые ничуть не хуже, чем специалисты из других регионов. На днях все российские вузы исключили из Болонской системы образования. Об этом на встрече с ректорами ведущих университетов страны, в том числе и Алтайского политеха, заявил замглавы министра образования и науки России Дмитрий Афанасьев. Так что же ждет сегодняшних абитуриентов и студентов, которые собирались в магистратуру, и, кстати, школьников. Ведь ЕГЭ – это тоже Болонская система. Об этом моя коллега Анастасия Наборщикова накануне поговорила с ректором технического университета и председателем Совета ректоров Андреем Михайловичем Марковым. На встрече с ректорами был сам министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фольков. И именно его обращение мы слушали, и его заявление мы обсуждали. Могу сказать следующее, что вот таких каких-то глобальных изменений в системе высшего образования не произойдет. Почему? Потому что тот замечательный опыт, который был накоплен за эти 20 лет, а даже больше, потому что в 1996 году в России был принят закон, по которому уже появилось двухуровневое образование – бакалавриат и магистратура. И надо сказать, что первых бакалавров Алтайский государственный технический университет выпустил в 1998 году, а в 2000 вышли первые магистры. Поэтому мы достаточно давно работаем в этой системе. Что же сказал министр? Значит, основное заключается в том, что нужно из советской системы, из российской системы взять самое лучшее и построить, ну, переформатировать существующую систему. Ни в коем случае не идет речь полностью от отказа от бакалавриата, от магистратуры. Речь идет о том, чтобы по ряду направлений, особенно связанных таких наукоемких направлений, технических направлений, инженерных направлений, увеличить большее количество специалитета. Мы достаточно много об этом говорили, что бакалавриата для технических направлений, ну, просто-напросто недостаточно. А недостаточно даже и пяти лет. Поэтому вполне возможно появится такая новая форма – это продвинутый такой специалитет. Специалитет плюс годичная магистратура, может быть, двухгодичная магистратура. Значит, председатель союза ректоров Садовничий Виктор Антонович, ну, высказал такое мнение, что будет два бакалавриата обычный, ну, не обычный, а прикладной и академический. Магистратура технологическая и научная, а специалитет, останется аспиратура. То есть вот сказать, что выйдя из какой-то баллонской системы, мы полностью отказались от того, что было, это будет неправильно. Все-таки останется и бакалавриат, и магистратура, и расширится количество специалитета по ряду направлений. Будет вот так, я думаю. Я студентка четвертого курса журфака, и сейчас знаю, что мои однокурсники некоторые планировали поступать в магистратуру, как и я. Но если я хочу остаться, например, в России, то это собирается за рубеж. Могут ли они планировать такие планы? Планировать, конечно, они могут. Магистратура никуда не девается. Зарубежные? Сейчас про зарубежную отдельно. Вот смотрите, значит, на 22-й год, на 23-й год контрольные цифры приема уже определены. Их никто отменять не будет, эти контрольные цифры приема. Состоялся конкурс, места разыграны, это государственная комиссия была, и теперь никто их не отменит. Поэтому сколько у нас было определено мест в магистратуру, столько их и будет. Сколько было у нас определено мест в бакалавриат, столько и будет. И так же самое и в других вузах. Мы не вольны сами устанавливать себе количество бюджетных мест. А в небюджетных мест, по определенным правилам, мы устанавливаем. Теперь, что касается магистратуры. Отечественную магистратуру, конечно, вы можете поступать в любой вуз. Хорошая новость. Да, хорошая новость. Более того, министр об этом подчеркивал, что есть некоторое несоответствие сейчас в чем. Например, человек закончил бакалавриат, допустим, по журналистике, а пошел в магистратуру на юриспруденцию, сдав экзамены и так далее. Ну вот к этому хотят поставить некий барьер, чтобы все-таки именно продолженность образования была. Ну, если действительно, если человек... А мне кажется, это был плюс этой системы, потому что я бы, например, хотела рассматривать педагогику. Почему нет? Смотрите, здесь надо тоже понимать. Скажем, человек четыре года учился на юриспруденции. Выучил все законы, все римское право и все, что положено. А другой не учил этого. Ну, по магистратуру пошел на юриспруденцию, а был технарь. Ну, наверное, он самостоятельно освоил это все и сдал вступительные испытания. Наверное, здесь есть вопрос. А к чему было тогда громко делать заявление о выходе из балансской системы? Ну, тут я не знаю, не могу сказать, зачем мы так громко заявили. Но надо сказать, что, наверное, здесь связано это... Ну, я считаю, больше политический, наверное, вопрос. Потому что у нас нигде в законе об образовании 273-м нигде не написано слово «баланская система». Можно посмотреть внимательно, там такого нет. Там речь идет о двухуровневой системе подготовки. Она у нас остается. Закон мы пока не меняем. И я не думаю, что будут какие-то глобальные изменения закона. Может быть, будет что-то внесено по магистратуре, по срокам обучения. Но я думаю, что мы не будем, по крайней мере, министр не говорил о том, что мы от чего-то будем отказываться и так далее. Поэтому будут ли востребованы наши дипломы? Ну, я думаю, что будут, потому что объем знаний мы даем очень неплохой. Я знаком с системой образования зарубежных стран. У нас достаточно много было контактов с нашими зарубежными партнерами. Это и страны Европы, это и Азии. И я могу сказать, что мы даем образование на достаточно хорошем уровне. И дело, принимать кого-то на обучение или нет, это дело уже самого университета. Что будет с ЕГЭ, как думаете? Ведь тоже же система баллонская. Ну, ЕГЭ, тут, наверное, на меня будут ворчать и ругаться. Но я-то как раз сторонник ЕГЭ. По той простой причине, что... Другое дело, что как организовать контроль прохождения ЕГЭ. Ну, я думаю, что он нормально организован. А нужно ли его, ну, скажем так, менять задания? Ну, наверное, нужно. Может быть, смотреть эти задания надо. Периодически там проводить оценку этих заданий. Сказать там, ну, такая любимая фраза, жертва ЕГЭ. Ну, в Советском Союзе после образования тоже были жертвы того образования. Из той системы образования не все грамотные выходили, всякие были. Так же и здесь, кто как относится. Давайте подведем итог. Когда нам ждать первых изменений? Год-два? Я думаю, год-два. Потому что, смотрите, ну, этот год, вот сейчас приемная кампания, она будет играть по тем правилам, которые установлены. Так, следующая приемная кампания, скорее всего, потому что контрольные цифры приема мы точно знаем на 23-й год. Они нам точно определены, уже конкурс состоялся. Мы знаем, мы планируем свою работу. Значит, 23-й год тоже нет. Ну, либо какие-то изменения сделают, если какое-то постановление правительства будет, изменения по структуре контрольных цифр приема. Ну, не знаю, я сомневаюсь. Значит, 24-й. Из Барнаульского полигона еще можно выжать последние соки. Ранее считалось, что его вместимость будет исчерпана уже к 2023 году. Однако, накануне стало известно, что фактическая площадь полигона позволяет производить захоронение мусора аж до 2034 года. Моя коллега Ирина Корчагина расскажет подробнее, как в Алтайском крае в ближайшие годы будут решать проблемы с отходами и где в регионе могут появиться заводы по переработке мусора. Пока в это сложно поверить, но уже через каких-то 8 лет, к 2030 году, согласно нацпроекту «Экология», 100% твердых коммунальных отходов должны сортироваться перед утилизацией. А на переработку будут отправлять более трети всего бытового мусора. Вопрос обращения с отходами стал ключевым на последнем заседании общественной палаты Алтайского края. И он нуждается в реформе. Цель во всей этой тематике – это организовать раздельный сбор. То есть это самый, так скажем, оптимальный и дешевый путь борьбы с отходами. Также мы уже предложили, и сегодня мы будем об этом говорить. Первое, что надо, в принципе, в крае принять дорожную карту. Дорожная карта была разработана экспертами общественной палаты края. Ее суть в том, чтобы сделать отрасль более прозрачной, ведь она будет отражать всех участников цикла – от собственников отходов до полигона. Первое, надо создать условия, чтобы были те площадки, где будут принимать где-то безвозмездные эти отходы, где-то с какой-то, может быть, монетизацией, да, чтобы это было выгодно. И собственникам, которые будут сдавать, чтобы они их не вываливали в лесополосы или в какие-то… А именно был прямой интерес. На заседании была затронута тема и Барнаульского полигона. Ранее считалось, что его вместимость будет исчерпана уже к декабрю 2023 года, так как сейчас он заполнен на 98%. Однако, по словам оператора полигона, фактическая площадь объекта позволяет производить захоронение мусора до 2034 года. В период 90-х, 2000-х годов отходы на полигоне принимались в кубических метрах и переводились в тоннаж, форму отчетности и за счет, что в одном кубическом метре находится 200 килограмм отходов. Фактически, установленное весовое хозяйство 2018 года позволило нам сделать выводы о том, что в одном кубическом метре находится от 80 до 110 килограмм отходов. По словам оператора полигона, все это вносило искаженные данные об объемах заполнения, поэтому полигон может принять еще порядка 9 миллионов тонн мусора. Но не стоит забывать, что объект находится в приаэродромной зоне. Контролирующие органы неоднократно поднимали вопрос о ликвидации полигона, так как он притягивает птиц. Вывод – использовать полигон можно будет только до конца его производственной мощности. Также на заседании обсудили далеко идущие планы. К 2030 году в крае появится сразу пять комплексов по сортировке и переработке отходов. В Олейске, Бийске, Заринске, Славгороде, а также в Павловске. Эти предприятия будут принимать около 600 тысяч тонн отходов ежегодно. Самый первый проект планируют реализовать уже в ближайшем будущем. В Павловске – 2024 году. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Пляжный сезон официально стартовал в Барнауле. Это значит, что уже в эти выходные горожане могут отдохнуть на городском пляже. Но осмелился ли кто-то уже сегодня после дождей надеть купальник? Наш корреспондент купальник не надела, но на пляж отправилась. Пляжный сезон стартовал, и меня интересует вон тот мужчина. Так бы я сказала, если он согласился со мной говорить, но профессия обязывает. Поэтому, как будут спасать барнаульцев, мы не знаем, но как барнаульцы будут себя спасать, узнаем сейчас. Среди горожан затерялись белые медведи. Те, кто по сути человекоподобен, но по натуре морж. Из-за погоды вода еще не прогрелась, поэтому сезон открывают они. У нас такого не бывает, чтобы были судороги. Это не возникает из-за того, что нет подготовительной части, то есть нет тренировки. Комплекс упражнений выглядит так. Александру 69, но в подробности вдаваться не будем. Поговорим о другом. Сколько уже лежишь, загораешь? Час. Может, пора искупнуться, а то вдруг солнечный удар? Да нет. У ребенка маленького села нога. Что делать будете вы? Сложно сказать. Это же ребенок, блин. Как вот с ним обращаться? Кстати, чаще всего тонущий ребенок не может позвать на помощь. И тут надо быть попросту внимательным. Но не будем о плохом. Подметим, что зонтики есть, шезлонгов тоже хватает. Настроение хорошее. А загар приобретаем. Как себя спасти, горожане знают. Все, кто попал в объектив камеры, сказали надеть шляпку, а в случае судороги потянуть на себя носочек. Вот так грациозно не утонет никто. Но спасатель все же бдит. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Пляжный сезон, время веселья и, к сожалению, нередко трагедий. Ежегодно на алтайских водоемах гибнут десятки людей. В этом году уже утонуло шестеро, в том числе один ребенок. А это еще только начало купального сезона. Об основных причинах детской смертности на воде и об элементарных мерах безопасности, которые помогут сохранить жизнь в специальном репортаже Валентины Аскеровой. Лето, жара, погода так и манит на пляж. Охладится, понежится на солнышке. Вот только мало кто задумывается, что приятный отдых скрывает в себе массу подводных камней. Каждый заплыв, будь то водоем или бассейн, может стать последним. Взрослые должны быть предельно бдительными, отвечать не только за себя, но и за детей. Бывает так, что и родители приезжают, детей бросают, а сами отдыхают, веселятся, гуляют. Ну, соответственно, спасатели приглядывают. Вот в прошлом году мы таких четыре ребенка вытащили у нас спасатели. Потому что бесхозные лезут в воду непонятно где. На это и нужны спасатели. В прошлом году в крае утонуло 65 человек, 8 из них дети. Большинство трагедий случилось летом. По словам спасателей, чаще всего гибнут на диких пляжах, где нет ни спасателей, ни уверенности, что дно реки безопасно. Главный фактор, приводящий к гибели детей на водоемах, это отсутствие должного контроля со стороны взрослых. То есть почти всегда ребенок оставался в опасности, без должного надзора. Либо дети в одиночку пошли куда-то там купаться на какую-нибудь речку, либо взрослые просто отвлеклись на какое-то время. Для предупреждения трагедии на воде в министерстве разработали специальное приложение-инструкцию для спасения утопающих. В текстовом и аудио формате объясняют, как можно спасти жизнь в случае беды. Нужно скачать приложение МЧС России. Здесь подробно описано, что нужно делать, если вы видите тонущего человека, и какую помощь ему следует оказать, если его вытащили из воды, и он находится без сознания. Прежде всего, говорится в памятке, нужно бросить тонущему человеку надувной круг или матрас. Если такого арсенала под рукой нет, то рекомендуется поднырнуть под тонущего, обхватить его сзади и вытащить на берег. Если пострадавший нахлебался воды и находится без сознания, начать сердечно-легочную реанимацию. Обучение навыкам реанимации относится к вопросам общественного здоровья. И на постоянной основе данную работу проводит Алтайский центр профилактики общественного здоровья. Центр готов сотрудничать со всеми муниципальными образованиями. И одной из форм может быть организация на ваших социокультурных мероприятиях в легкий период уголков по обучению сердечно-легочной реанимации. Существуют даже специальные правила поведения детей на воде, о которых стоит напомнить. Купаться только со взрослыми, не играть у обрыва реки, не заплывать глубоко, не нырять в незнакомых местах с мостов и обрывов, не заплывать за буки, не играть в воде, не плавать на бревнах. А в случае экстремальной ситуации звонить по номеру 112. Это остров Помаскин, официально единственный в Барнауле бесплатный городской пляж. Каждый год перед его открытием водолазы тщательно обследуют дно реки и выносят свой вердикт. Под водой там вроде никаких недочутов нету, ни бревен, ни железа такого, чтобы опасно было для жизни. Как бы все хорошо. Детям порекомендуете здесь купаться? Детям, конечно, нужно купаться везде, где разрешено в отведенных местах буйки, если будут спасатели. Штат спасателей укомплектован, они прошли дополнительное обучение, все имеют допуск на оказание первой медицинской помощи. Там у нас будет 4 спасателя. На самой акватории осуществлена установка буйков для именно детской зоны и взрослой зоны. За, соответственно, буйки заплывать нельзя. А 4 спасателя это в смену? Совершенно верно. Все, побежали, отлично. А это еще один парнаульский пляж «Водный мир». Ежедневно в купальный сезон его посещают сотни человек. На пляже есть отдельная детская зона от 70 до 130 сантиметров глубиной. Кстати, на водоем ребенку без сопровождения взрослого не попасть. Зачастую дети сбегают на дикие пляжи, рассказывают спасатели. А там стихия пощады не знает. Захлебнул водички и все, и он уже не может с этим справиться. Паника начинается? Да, начинается паника. А для ребенка и 40 сантиметров, чтобы утонуть, этого вполне достаточно. Ни один утопающий не кричит. Потому что его задача выжить. И рот закрывается автоматически. Сжимается, чтобы больше воды не хлебнули. Чем больше он нахлебался воды, тем быстрее он уйдет на дно. Кстати, опасность несут не только открытые водоемы. Далеко ходить не надо. Меньше месяца назад в Кузбассе в каркасном бассейне утонул двухлетний ребенок из Алтайского края. Родители отвлеклись всего на пару минут. Любое соприкосновение ребенка с водой может нести риски гибели. И, естественно, такой большой объем воды, в котором ребенок, например, начальной школы или подросток, будет неконтролируемо находиться, также может привести к трагическим последствиям. В нашем регионе за прошлый год зафиксировано два таких случая. Ну и не могу не сказать, конечно, об огородном сезоне. Дело в том, что если мы говорим о ребятишках раннего возраста, которым один, два, три, четыре годика, они могут утонуть даже в любых емкостях на вашем приусадебном участке. Еще одна детская летняя забава – это фонтаны, которые иногда в городе все-таки включают. Купаться в них категорически запрещено. Здесь легко поскользнуться, удариться о металлические элементы и получить серьезную травму. Риск утонуть в фонтане, конечно, минимальный, но тоже есть. Спасатели, уполномоченные по правам ребенка, социальные службы, власти призывают родителей быть предельно внимательными к своим детям. Соцслужбы, по возможности, курируют неблагополучные семьи, но любая не застрахована от беды. И потому всем родителям нужно, отправляясь с детьми на пляж, обязательно. Надевать на них спасательные жилеты, либо надувные нарукавники. Даже такие, казалось бы, простые меры безопасности помогут избежать трагедии и сохранить жизнь. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Анастасия Бертенева. День с толком. Новая волна водного туризма в Барнауле. В Краевой столице запустили теплоходные экскурсии. Это совместный проект Речфлота и Краеведческого музея в интересах обеих сторон. Для этого даже специально выделили два теплохода. И ежемесячно, летом, два-три раза сотрудники Краеведческого будут знакомить всех желающих с археологическим прошлым, купечеством Барнаула и не только. Далее слово Татьяне Голубевой. В те времена, когда не было промыслового лова, рыбу здесь ловили большую, и осетров, и стерлядь, и крупных налимов. Идея проведения музейных экскурсий на воде возникла у научного сотрудника Артура Кунгурова. Руководство поддержало, Барнаульский речфлот оказался тоже двумя руками за. В прошлом году опробовали, поняли, что людям зашло, и в этом сезоне экскурсии будут еще более разнообразными. А рассказывать есть о чем. И главное, спрос имеется. Последняя прошлогодняя прогулка по реке собрала 120 человек. Стулья заносили снизу, потому что сидеть тут не на чем было. Плывем до цветов Алтая, я рассказываю то, что было, какие эпохи были, какие представлены, что из себя представляют. У нас есть раздаточный материал, который мы пускаем по рядам, проплывая через тот или иной памятник. Даже в прошлом году специально приехали для участия из Рубцовска две женщины. В этом году мы расширяем тематику этих экскурсий. То есть, если в прошлом году у нас посетители могли послушать экскурсии, связанные с археологическими памятниками, то в этом году мы включили экскурсию, которая будет связана с, скажем так, биоразнообразием, Амби, берегов Амби и так далее, и тема купечества. Руководство Бурнаульского речного флота под такие экскурсии выделило теплоход «Москва». Оно готово выпускать его в рейсы не только по выходным, но и в середине недели. Правда, пока не ясно, наберут ли нужное число туристов в будни. На борту должно быть не меньше 25 человек. Мы решили, что мы в июне сейчас посмотрим, насколько это будет интересно людям, удобен ли для них этот график. И, конечно, если, например, мы будем видеть, что это вызвало очень большой резонанс и отклик, и посетители хотят этого, то, естественно, мы будем пробовать увеличивать. Вообще, такие экскурсии популярны во многих городах страны. Мы ограничены коротким и не всегда теплым летом, но музейщики готовы работать и на перспективу, если будет возможность. Зависит не от нас это все. Это зависит от того, будет ли на чем ездить для того, чтобы осмотр делать. Потому что, вообще-то, по берегам Аби памятников, объектов разного времени и археологических, и более поздних очень много. По еще старым, так сказать, советским методикам данный корабль должен работать 25 лет. Потом его надо было списывать. Он сейчас сколько работает? А ему уже больше 50. А сколько он сейчас может? Проработать. Но он еще может столько же отработать. Если его поддерживать в техническом нормальном состоянии, что мы и делаем. Потому что купить за 100 миллионов хотя бы один корабль, у нас нет такой возможности. Развитие в данной ситуации у нас, ну, я лично не вижу. Единственное, если придет какой-то инвестор мощный, который просто возьмет и купит флот. Тесное сотрудничество с музеем. На один день дольше, чем обычно, продлятся эти выходные. Причина тому – праздник. Уже завтра. Все мы будем отмечать День России. Торжественные мероприятия пройдут по всему краю, но самые крупные в Барнауле. Среди них и культурные, и спортивные. В общем, есть из чего выбирать. Так, в 10 часов на площади Свободы запланирован развод караулов пожарно-спасательного гарнизона Барнаула. В 11 в Титов-Арене стартует товарищеский матч по хоккею между спортсменами из Алтайского края и Донецкой Народной Республики. А рядом фестиваль ГТО для работающей молодежи. В 12 на площади Советов пройдет мотопробег. В обеденные часы в различных точках города начнутся концертные программы. Одна из них пройдет на набережной Аби, где в 22.30 завершат праздник фейерверком. И на этом у меня все. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Спасибо всем, кто нас смотрит. И напомню, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok